Северодвинские школьники и студенты попробовали себя в роли писателей. Ребята поучаствовали в конкурсе «Эссе. Читают все». Поступило 109 работ. В них юные авторы рассказали о пользе чтения и познакомили с любимыми книгами. Финалистов конкурса чествовали сегодня в здании Северодвинского медиа-центра. Гордей Ангел написал свое эссе за час. Сочинять несложно, если тема близка. Гордей призывает ровесников и взрослых читать добрую литературу. За интересную подачу материала и недетские размышления о пользе чтения Гордею присудили первое место. А вдохновил победителя писатель Ник Вуйчич. Я прочитала 4 книги, сейчас я читаю 5. А как читаешь, зачем нужны такие конкурсы? Чтобы дети больше читали и были умными. В павильоне Северодвинского медиа-центра собрались финалисты конкурса «Читают все». Из 109 работ выбрали 4 победителей. Свою награду за второе место получил и Валерий Уваров. Он настоящий книголюб. Я читаю обычно в школе, дома, когда уроки там сделаю и в свободное время отдыха. А какие тебе нравятся книги? Фантастические и сказки. Конкурс «Эссе читают все» подготовили журналисты газеты «Северный рабочий». Он приурочен к юбилею издания. И так как газеты принято читать, то мы решили распространить этот навык чтения не только на газеты, но и на книги. Существует мнение о том, что сегодня ребята мало читают, школьники и взрослые люди. И мы хотели таким образом, вот этим конкурсом, привлечь все-таки внимание к книге, в принципе, к чтению. И считаем, что если исходить из количества работ, их более ста, то нам удалось. Электронные книги, подарочные сертификаты в книжный магазин – сладости. Призы ребята получали из рук вице-спикера Государственной Думы России Ольги Епифановой. Кстати, тоже книга Чея. «Я считаю, что как раз очень многие вещи, очень многие знания, а также правильное написание русского языка я получила именно от того, что я очень много читала. Книги – это моя страсть. Я считаю, что книга, она не может помереть. Как бы ни развивались электронные гаджеты, все равно мы все будем хотеть перелистывать эти страницы». Все эссе юных авторов опубликуют на страницах газеты «Северный рабочий». Первая появится в сентябре. Все, ну что вам.